Сегодня на Арском кладбище похоронили 8-летнюю девочку, которая накануне попала под поезд. Напомним, накануне ночью в Зеленодольском районе между остановочными платформами обсерватория и 774-й километр под поезд попали 8-летняя девочка и 26-летний мужчина. Сразу после трагедии машинист пассажирского поезда «Казань-Москва» рассказал диспетчеру, что молодого человека и ребенка он видел. Оба стояли около рельсов и дожидались, пока пройдет состав. Однако, как только локомотив подошел вплотную, мужчина якобы резко шагнул под колеса, при этом потянул за собой и девочку. Произошло это настолько неожиданно, что школьница не успела вырваться. Оба от полученных травм погибли на месте. Сегодня с ребенком на кладбище пришли проститься родные и близкие, а также юные волейболистки команды, в которые играла погибшая девочка. Один человек госпитализирован в результате пожара в доме на улице Латышских Стрелков. Сегодня днем загорелась квартира на пятом этаже. Хозяина с ожогами различной степени увезли в больницу. По словам жильцов, дома они давно ждали какого-то происшествия. Считают, что их сосед болен. Потушить возгорание пожарным удалось довольно быстро. Однако дым из окна на пятом этаже валил еще долго. Первые языки пламени очевидцы заметили еще утром. При этом, по их словам, из окна квартиры выглядывал человек и смеялся. В момент пожара, да, Дима, Дима, это наш сосед больной, он выглядывал в окно, улыбался, хотя люди ему кричали, то, что спускайся, дверь открой. Когда в подъезд зашли, уже поднимались, смотрели. Тут мальчишки с базара, узбеки, таджики, с ломом. То, что было под руками, видимо, с молотками, вот прибежали, начали дверь вскрывать, пытаться. После того, как дверь была вскрыта, пожарные вытащили из горящего помещения хозяина квартиры. С ожогами различной степени его госпитализировали в больницу медики скорой помощи. Между тем, на своего соседа жители дома жалуются уже давно. По словам жильцов, мужчина болен душевной болезнью, периодически безобразничает, выкидывает из окон вещи или, наоборот, приносит с помойки мусор. Соседа периодически увозят в специальную больницу, однако сразу после выписки из лечебницы он снова берется за старое. На прошлой неделе два раза психушка приезжала. Мы им говорили, я еще сказал, я говорю, вы ждете, пока взорвется или что-нибудь загорится. Он говорит, у нас полпока казани таких психов, куда мы их всех денем. Я говорю, ну вот сейчас как в Кемерово что-нибудь случится, я говорю, вас же первых за задницу возьмут. По словам людей, они живут как на пороховой бочке. Вот и сегодня причиной пожара, скорее всего, стала непотушенная сигарета, утверждают люди. Незадолго до этого хозяин квартиры угрожал соседям, что подождет дом. И даже бросался в людей предметами. Периодически бывают такие времена, что он вот все кидает, бросает, выкидывает все. На днях вот мне кружкой заполнил меня, от стены попало мне. И мы ничего не можем сделать. Мы однократно обращались, я лично вызывал, писал заявление. Мне сказали, работаем только по факту, наша милиция объяснила нам. Ну вот, теперь дождались. Мы писали письма, два года я борюсь с этим, я вызывала милицию, участковый был. Юлия не может скрыть своих эмоций, ведь она живет этажом ниже. Не от огня, но от воды. Больше всех сегодня пострадала именно ее квартира. Вообще отличный ремонт, недавно сделанный был. И что теперь делать? Мы будем подавать в суд, только на кого я не знаю, у нашей власти. На их стороне будем акт составлять, суд подавать. Я подам в суд на всех. Сейчас в причинах пожара разбираются пожарные дознаватели. Им предстоит установить точную причину возгорания. Между тем, вполне возможно, что хозяину сгоревшей квартиры еще придется оплатить ремонт всем остальным соседям. На Горьковском шоссе женщине, находившейся за рулем Сузуки, внезапно стало плохо. В результате участниками ДТП стали три автомобиля. Сузуки врезался в Шкоду, которую, в свою очередь, отбросила на Инфинити. По предварительным данным, у хозяйки внедорожника случился инсульт. Подъехавшие медики начали прямо на месте проводить процедуру реанимации пострадавшей. Затем пожилую хозяйку иномарки доставили в больницу. Елабужский городской суд вынес приговор водителю, который подозревается в убийстве своего коллеги. Трагедия произошла в августе прошлого года на ночной стоянке. По версии следствия, 52-летний водитель зарезал знакомого дальнобойщика. В чем причина конфликта и какое наказание получил убийца, расскажет Дарья Петрова. Трагедия произошла здесь, в экономической зоне Алабуга. Два дальнобойщика, устав после погрузки товара, расположились в кабине одного из автомобилей. В какой-то момент между подвыпившими мужчинами произошел конфликт. Хозяину фуры Николаю Торбееву не понравилось, что его коллега курит в его машине. Он сделал ему замечание, однако тот будто назло выпустил ему в лицо клуб дыма. Тогда Торбеев со злостью ударил коллегу ножом. 6 августа 2017 года следственным отделом по городу Алабуга было возбуждено уголовное дело. По части 1 ст. 105 Уголовный кодекс РФ. В ходе распития спиртных напитков один из них нанес ножевое ранение своему товарищу в область груди слева. За чего последний получил одно ножевое ранение и с полученным телесным повреждением был доставлен в ЦРБ. От полученных травм мужчина скончался на месте. Между тем, суд над Николаем Торбеевым начался только в январе. В течение полугода не могли найти родственников убитого. В итоге нашлась дочь, с которой организовали видеоконференц-связь. Скажите, пожалуйста, вы на каком наказании настаиваете для Николая Викторовича за данные деяния? Строго или не строго? Желательно на строго, потому что если человек в нетрезвом виде хватается за ножевую и прийти к человеку, убивает его. Я думаю, он опасен для общества, поэтому настаиваю на строго решения. Николай Торбеев признал свою вину частично. До этого он неоднократно менял свои показания и даже заявил, что в ту ночь проснулся от крика своего коллеги. Якобы тот порезался сам, а спасти своего друга Торбеев уже не смог. Однако суд в эту версию не поверил. Приговором Елабужского городского суда Торбеев Николай Николаевич признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В значении ему наказания 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Теперь Николай Торбеев сможет сесть за руль только через 9 лет. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Хёнде, вопреки правилам, резко свернул вправо. Так что внезапное появление иномарки не оставило водителю Лады шансов на своевременное торможение. Крайню правую полосу мы перестроили, чтобы повернуть во дворы. Вот, а она поворачивалась со второй полосы, тоже во двор. После удара, который пришелся в правый бок, Хёнде иномарку развернула и откинула на газон. Кроме того, наскочив на довольно высокий поребрик, Хёнде едва не лишился и заднего левого колеса. По мнению водителя Лады, авария могла быть и более серьезной, если бы перед поворотом он не успел сбросить скорость. Мы еще даже не начали поворот, и она уже в нас въехала, где-то в середине, наверное, такое зашло. Потом вот так ее откинула, да, уже на тротуар? Ну да, да. От удара, видимо, да? Ну да. В ходе ДТП небольшую травму головы получила хозяйка Хёнде. Подъехавшие медики оказали ей помощь на месте, однако ехать в больницу девушка отказалась. Определенное время проезд по улице Фрунзе для других машин был серьезно затруднен. Поздней ночью на проспекте Ямашево водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и, вылетев с дороги, снес секцию металлического забора. И еще несколько метров неуправляемый автомобиль катился по газону. Глядя на то, что стало с кабиной «Газели», в результате ДТП можно смело сказать, что водителю повезло. Сам он даже не помнит, на какой скорости ехал в этот момент. И причина тут вполне объективная, ведь в разговоре с инспектором Игайон признался, что уснул за рулем. Буквально в последнюю секунду мужчина открыл глаза и сумел таки вывернуть руль, избежав верной гибели при ударе о бетонный столб. «Газель» зацепила столб только левой верхней частью кузова. Каким-то чудом машина миновала и дерево, которое также оказалось на ее пути. А вот дальнейшее движение автомобиля остановил уже сломанный забор и вот этот небольшой пригорок. Однако даже от этого небольшого, казалось бы, удара со столбом кузов «Газели» сильно деформировался, а у бетонной конструкции слетел световой плафон. Уехать с места ДТП своим ходом машина уже, разумеется, не смогла. В дальнейшем водителю придется оплачивать штраф за повреждения забора и фонаря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...